МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». У нашей столицы, как у каждого уважающего себя города, есть бюджет. Но часто, когда следишь за тем, как его обсуждают, так и хочется сказать. Слышится совсем не то, как пишется. И несмотря на то, что муниципальные службы уже приступили к обсуждению проекта бюджета до утверждения главного финансового документа, по которому будет жить столица в будущем году, как оказалось, еще далеко. А ведь от него зависит очень многое, в том числе и социальные вопросы. Вот об этом и не только. Поговорим с нашим гостем, муниципальным советником от партии социалистов Евгения Чубан. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, наверное, начнем с вопроса, который вам близок по роду деятельности, по той сфере, которой вы занимаетесь плотно. И, насколько я знаю от ваших коллег, чуть ли не 24 часа в сутки к вам можно обратиться и всегда найти поддержку. Не так давно мои коллеги снимали материал о том, что в Кишневе открылся дом семейного типа, где можно приютить порядка 10 ребятишек. Дело вроде бы как хорошее. Еще 10 детей получат кровь. Но в то же время я так понимаю, что сама эта затея, само открытие, сам этот дом вызывает очень много вопросов. Вот каких вопросов и почему столько критики вокруг этого события? Вы знаете, открытие вот этого дома, как называют они, «Касса коммунитара», это благодаря вот такой фундации, есть «Лумус». Вот практически финансовая поддержка была от этой организации. Это не правительственная организация? Не правительственная организация. И не молдавская? И самое главное, что на протяжении почти больше полугода были большие проблемы по вопросу открытия этого дома, потому что там страдали жильцы этих домов рядом, которые были. Во время строительства? Во время строительства, первое, второе. Потом они взяли, переделали дечизию муниципального совета и оставили меньше соток, чтобы не навредить жильцам. Третье, самое главное, что нам было обидно, что вот этот дом построили, и сейчас, вот когда было открытие прошлый вторник, это для девяти детей. А скажите, пожалуйста, вот рядом там был интернат номер два, которого переделали в гимназии. Из 600 детей, которые были там, сироты, из неблагополучных семей, до сих пор не можем найти концы, где эти дети пристроены. И самое обидное, что мы на каждом заседании муниципального совета об этом говорили, что виновата во всем руководство управления прав защиты детей, которое допустило этого. И сейчас, знаете, очень обидно, что ни примария, ни генеральный примар, ну, ему вообще все по барабану, что творится в городе. Потому что на территории, сейчас в этом лицее, есть гимназия Дечебал. Но там есть два здания больших, пустуют. Это были общежития этого интерната. И вы знаете, сколько сирот только в Кишиневе, которые не имеют даже комнату в общежитии. И никак не решаются, чтобы хотя бы, если вы уже сделали эту злость, это против закона, сделали против человечества людей, вот этих, которые никому не нужны. И вы знаете, и в этой жизни самое обидно, что иногда руководят этими управлениями люди, которые никогда не имели детей, пусть меня Бог простит, и никогда не знают, что такое плач одного ребенка. И вот поэтому и получается, что им ничего не стоит вышвырнуть этих детей на улицы и спросить, что они, большинство из них, зайдите в интурист, вот, занимается наркотиками там. Отель «Националь», который сегодня разрушили. Да, да, разрушили. И зайдите, ко мне были даже люди, что вот на седьмом этаже, идемте, что мне делать. В канализационные трубы, под мостом, если, мол, вот эти дети все вот как бродяги. И вот это и есть европейская интеграция, это и есть забота о будущем поколении в этой республике и именно в Кишиневе. И вы знаете, вот то, что мы видели, что открылось, тогда было настолько хвалились все, что в Кишиневе, в республике. Вот есть такой проект, что всех детей, у которых какие-то проблемы, ну, вы же знаете, что разные проблемы есть, и рождаются дети уже с какими-то патологиями, и в течение жизни что-то случается. И вот только в Кишиневе, знаете, мы имеем больше 33 тысяч инвалидов. Сейчас называется дизабилитетс, так? У дизабилитетс дифферити. Пусть это будет по слуху, по зрению или вообще приковано к постелям. И они стараются вот из всех интернатов, которые были в Аргееве, везде этих детей отдавать или в таких семейных домов, или в таких семьях, которые... Я бы хотела спросить любого, кто хочет иметь вот на попечении такого ребенка, где действительно он имел хоть какой-то уход. Ну, это другая сторона. Сегодня, смотрите, средний уровень жизни не так высок у нас в стране, ведь не каждый может себе позволить воспитывать собственного ребенка, планировать семью, а еще взять на попечение ребенка-инвалида с теми или иными недостатками, наверное, решиться тоже сегодня очень сложно. Поэтому рассчитывать на такой массовый отклик, наверное, невозможно, мне кажется. Вы знаете, вот я иногда думаю, куда смотрели 38%, которые голосовали за Майю Санду, которые никогда ничего для этой республики не сделала и не будет делать. Если мы до сих пор имели президента республики Раци Муты, то мы в дальнейшем, кто-то вот эти 38% хотят, чтобы у нас был президент Майя Баламуты, потому что она себя не уважает. Я посмотрела, как она бы ходит на дисбатерь. Она не умеет ни себя уважать, ни останавливать, ни слушать оппонентам. Абсолютно. Она какая-то невоспитанная, откуда с луны свалилась. К чему я говорю? Я говорю к тому, что вот когда мы были на этой международной конференции, я спросила Министерство образования. Я говорю, Майя Санду начала вот эту оптимизари, чтобы в республике Молдова был аналфабетизм полностью, закрыть эти школы. Кто-то себе задает вопрос, а что ей делать, если три человека на одном этаже? А как в другие страны? В Финляндии по шесть детей, но есть преподаватель. Скажите тогда, что, если учителей оставляем без работы по селам, закрываем школы, закрываем все, тогда скажите, что будет дальше? Какая культура? Тогда исчезнут эти села. И почему я затронула этот вопрос? Потому что тогда я спросила. Вот я была 1 сентября, вы знаете, на первый звонок. И настолько было обидно в Кишиневе. Я была в лице Василаки, смотрю, 11-й, 12-й мелом написано прямо на асфальте. Я вижу 10-й класс, но мне было неудобно спросить уже и портить настроение. И после того, как закончился вот этот первый звонок, я слышу по городу, что такие слезы, что такой шум поднялся, что ни в одном лице не было 10-х классов. Люди пришли в 10-м классе, а им вот даже не предупредили, им говорят, что нет, Курина Фусу издала приказ, вот то, что начала Майя Санду, уничтожат эти школы. Так Курина Фусу издала приказ, что только по 25 школьников, что было в классе. Не меньше. Скажите, не меньше, боже упаси. Но скажите, пожалуйста, ты могла, если ты министр, думать головой? И сделать так, хорошо, район ботаники. Если в этот лицей Йорга нету 2 класса, реал и уманист, да? Так сделай вообще все, кто ботаники, 2 лицея, чтобы дети уже знали, чтобы они радовались, чтобы они знали, куда идти. А так получилось после того, как партия социалистов, фракция муниципального совета и депутаты, партии социалистов подняли такой бойкот. Тогда они открыли уже несколько классов. Но до этого, извините меня, пожалуйста. И вот каждый день, каждый день что-то получается, что нам приносит проекты для Чизи, что вот Комасари или только чтобы закрыть вот это все и не понимая, куда дальше мы пойдем. Это первое. Дальше скажите, даже в Кишиневе, вот Карина Фусу издала приказ, потому что ей так хотелось по 25 человек. А куда смотрит тот же Министерство образования? Куда смотрела моя Санду? Куда смотрит сейчас Карина Фусу? Идите в любой лицей, начинайте с самых лучших. В первые классы по 38-40 детей. Скажите мне, что будет с этой учительницей в конце недели, в конце каждого дня? И я спросила представителя Министерства образования. Вот вы делаете оптимизару, вот вы хотите всех детей, которые не могут, как бы ни старалась учительница, никак он не сможет программу общеобразовательной школы изучить наравне с этими детьми, потому что он все равно где-то отстанет, хочешь не хочешь, даже при таком количестве, вот 38-40 здоровых нормальных, и 5 детей в каждом классе в общеобразовательной школе с любыми отклонениями. Отклонениями, да? Из вообще образовательной школы. Скажите, что им мешало? Я спросила, столько университетов в Кишиневе. Вы же знаете все. Полно университетов. Госуниверситет, университет Крянга готовит ассистент-сучаль. Вы мне дайте хоть один человек, который закончил эти вузы, который может общаться с категорией глухонемых. Ни один курс нету вот этих сурдопереводчиков, чтобы они учили, вот хотя бы, чтобы они между собой могли разговаривать, мимико-жестикулар. Нету нигде, никто не готовит. У нас есть шесть переводчиков в Кишиневе. Что будет дальше с ними? Потому что они тоже уже и в возрасте, и больные. А скажите, как идти по селам к врачу, у которого такие дети? В какую школу идти? Потому что в Бельце, на севере Молдове, был один лицей для таких детей, гимназий. И они его закрыли. Вот они закрыли. И сейчас родители оттуда, с севера Молдовы, ищут прописку в Кишиневе, пока остался гимназий здесь, хотя бы гимназий в Кишиневе для такой категории, чтобы дети могли учиться дальше. А кто тут про слепых думает? Тоже в этих университетах. Кто учит системы Брайль? Никто. Вот вы понимаете, вот все ищут какие-то голоса на выборы, приходят к людям от выбора до выбора. Та же Майя Санду. Какая Европа? О какой Европе можно говорить? Скажите вы мне, пожалуйста. При таком отношении дел... Даже я не хочу по-другому сказать. Вот при таких отношениях даже к самим преподавателям не говорим уже дальше о остальных слоях населения. Это страшно смотреть. И они хвастались, что у нас все хорошо. И знаете, что обидно? Что на этом международном конференции была авокату Попорлу. Авокат... Авокат... Народный авокат, да? Которая должна защищать детей. Что вы нам испортили праздник. Вот открытие этого дома семьи. Я говорю, вам не стыдно, как авокат. Бенна Рецку, по-моему, была. Я говорю, вы хвастаетесь перед европейцами. О чем вы? Мама хоронит своих детей рожденных, чтобы не знали родители, на полях республики, да? Полно детей несовершеннолетних в тюрмах. Полно детей, которые их просто убивают. Мамы, сожители или еще кто-то. Полно случаев таких. Объясните мне, куда мы идем? О какой социальной программе может идти речь? Если нет, нет абсолютно. Если мы говорим сегодня о Кишиневе, то никакой программы нет по социальным программам в Кишиневе на уровне муниципи. Абсолютно. Потому что если есть управление прав защиты детей, есть главное управление социообеспечения, есть муниципальный вход, есть здравоохранение, ни одно из них не имеет никакой стратегии, никакой перспективный план, чтобы было в Кишиневе по этому вопросу. Абсолютно нету нигде. Слушая вас, я понимаю отчасти, что происходит, еще и потому, что мои коллеги сделали материал, основываясь на том, что происходит в гостинице «Националь», которую вы упомянули. Я понимаю, точнее даже не понимаю вот эту радость, которую испытывают чиновники, открывая центр «Лумас», где будут все девять детей содержаться. Это здорово, для детей ничего не жалко. Но дело в том, что куда денутся остальные 9 тысяч, если не больше детей, которые сегодня выброшены на улицу. Мы снимали репортаж о беспризорниках, за что были, в общем-то, наказаны Координационным Советом за нарушение прав детей. Потому что никто не хочет вникать в жизнь этих детей. Никто не хочет вникать. Задоюсь вопросом, почему сложилась такая ситуация. Вот вопрос возник из следующей ситуации. Смотрите, мне говорит журналист, я не могу подняться на эти этажи, не потому что не хочу, не могу. Меня полиция не сопровождает, от нее отказывается. Задаю вопрос полицейскому. Полицейский мне говорит, ну я вот вижу факт, так сказать, беспризорного образа жизни, я должен его задержать, запротоколировать. А что потом дальше? Ну отвезем этот ватру, он оттуда сбежит. И мы его опять найдем. Поэтому, чтобы не заниматься этим, вы как-то сами там разберитесь. Пришлось занимать частную охрану, чтобы дальше провести эту съемку. И вот вопрос, почему так складывается ситуация, почему такое количество детей сегодня просто брошено на произвол судьбы. Ведь те же чиновники, даже пусть передвигаясь в роскошных автомобилях, они не останавливаются на светофорах, и в окно постучится этот ребенок попросить милостыни, не задается вопросом, откуда это все? Я думаю, что никто не задается этот вопрос, пока, знаете, горе кому-то не приспичит. Потому что, скажите, какая республика Молдова? Вы посмотрите, как сейчас вот они, что мы, европейцы. Какие мы европейцы? Вы хотите и ждите голоса даже из-за границы. Какие голоса? Эти голоса полны слезами мам, детей наших и отцов, которые бросили семью, потому что здесь рабочих мест нет. Вы знаете, я была недавно на похороне в одну деревню, в одно село. Я удивилась. Даже, как говорили они, что, как по-русски, группарь. Не ж группарь, некому вот копать. Гробовщиков нету, нету, потому что все уехали на заработку. Смотришь, какие красивые молодые мамы с детьми в садик принимают только с трёх лет посёлок. Работать негде абсолютно. Скажите, куда этим мамам идти? Объясните мне. Вот я видела их всех на этих похоронах, потому что в деревне, наверное, на эти праздники полно людей, которые хотя бы раз в год, когда вот эти ритуалы, они кушают кусок мяса. Вот я вам честно говорю. Это даже страшно смотреть, что творится, и как плачут старики, как плачут все жёны. Большинство из тех, которые уезжают за границей, это разведённые семьи, это брошенные дети. А если ещё уезжают оба детей оставлять, скажите мне, если бывает ещё, что дети уезжают оба, и муж, и жена, и оставляют на бабушку детей, и посылают ей хотя бы какую-то помощь, деньги или что, а есть что, про них забывают? Мы сколько случаев видели, что по шесть лет бабушка растёт этих детей, и он даже не видел свою маму. Так а скажите, это европейская интеграция? И я не знаю, куда думают наши, которые уже наверху. Было столько этих центров для таких бездомных детей. Было центры. Было и на Мунчештской, было и на Марии Чеботару, закрыли при Министерстве МВД. Было и на Чуфле, возле Чуфле, там, американской. Всё закрыли. У нас всё закрывается, и всё продаётся. И продаётся так дёшево, что диву даёшься, что творится. Вот. Да, тогда задаётся вопрос, зачем продавать. У нас, вы знаете, я иногда себе задаю вопрос, как будто у всех какая-то жажда только в деньгах. Ну, было же после войны, люди тоже оставались, ебдовы. И не было так один-два, было по семь, по десять, по двенадцать детей. Но было как-то более дружные семьи, более дружные. И люди были дружнее друг другу, помогали по-другому. А сейчас каждый, вы посмотрите, каждый боится. Десять замков, десять что. И боишься уже идти по улице иногда. Посмотрите, и кражи, и то. Диву даёшься, что действительно в это общество. И главное, обидно то, что хотят показывать, что у нас всё хорошо. Вот мы не привыкли говорить, я так и сказала. Вот даже была на заседании в Управлении прав защиты детей. Я сказала, я не могу вас хвалить, потому что вы только показываете одну сторону. А почему не показываете другую сторону, что действительно сколько брошенных детей. А скажите, как может ассистент Сучала работать в это соцобеспечение, если у соцработника зарплата 1120 лей? Пусть вот этот адвокат и этот министр, или госслужащий пойдёт вместо этой женщины работать. Как вы можете содержать молодых специалистов на эту зарплату? И даже не думает, раньше хотя бы муниципалитет, когда был у Рекяну, нечего тут скрывать, все вот эти службы получали по 30-33% каждый месяц, добавку из муниципального фонда. Было. Деньги есть в Кишинёве. Просто знаете, зачем давать деньги на работников соцобеспечения, на работников здравоохранения, на работников, на учителей? Зачем им давать? Вы посмотрите, постановление правительства есть, что нам дают, что мы через муниципальный совет должны провести индексацию, совокулую индемизацию только для руководящих преподавателей, директора, заместителей. А остальные учителя где? Он должен сидеть и не открывать даже рот, потому что ему, если захочет, директор поставит там 20%, если нет, не поставит. Вот нету такой, что было у нас действительно, и китайцы. Нету такой. Вот такой издевательства. И скажите, чтобы были люди, чтобы кто-то работал. А ещё хуже, знаете, вот сейчас в соцобеспечении в Кишинёве готовится проект «Чизис», чтобы нам дали на сокращение 100 соцработников. Знаете, что это? Это 100 единиц тех персонала, которые ухаживали, имели в своё ведомо по 10-12 стариков, которые не имели никогда ни детей, ни родственников. Никто им не открывал двери. И вот сейчас вот наша министра, актуальная, она села в Григораш и министерство, и, видимо, вместе с правительством, потому что не может быть, чтобы правительство не знало. Вот они настолько положение о соцслужбе сделали, сократили, и поставили такие условия, что в Кишинёве обслуживается только 2200 человек, а их больше 5400 в Кишинёве. Вы понимаете? То есть 3000 человек обречены? Абсолютно, абсолютно. И ещё есть проблема. То, что касается соцслужбы, есть проблема миллиона. Потому что вот скажите, даже тот закон о социальной помощи, им надо пересмотреть срочно и аннулировать этот закон, потому что большинство их получают те, которые просто разгильдяи, извините за выражение, никогда не работали. Есть врачи, есть медики, есть преподаватели, которые... Вот попадать, их очень много в таком положении, что им живётся трудно. Вы же знаете, какие пенсии у них. Это не дай Бог никому. И вот им стыдно, или они не могут получать эту соцпомощь, потому что за свою жизнь они хотели быть наряду со всеми, иметь телевизор, холодильник. А тебе сейчас надо всё декларировать, и ту стиральную машинку, и тот холодильник. Значит, мы возвращаемся, хуже, чем в Африке, всё стирать вручную, продукты держать где-то в погреб, там вместе с крысами, а не получать от государства ничего. Но ведь это дикость, декларировать что? Старый телевизор, старую стиральную машину, которая, возможно, ещё осталась до ремонта. Велосипед даже надо декларировать, который вы, может быть, купили для здоровья. И это является поводом для того, чтобы не помогать этому человеку, который выживает еле-еле на, ну не знаю, на такую мизерную пенсию, которая не покрывает даже коммунальных расходов. Ну ведь дикость, которая, ну мы столкнулись ещё тогда в правительстве Филата, когда это началось, и это, я так понимаю, продолжается и сегодня? Ещё хуже продолжается, потому что оно началось, когда начало правительство Филата. И сейчас я вам скажу, что вот Министерство социообеспечения, я у меня вообще, я не могу понять, как. У них нету мам, нету бабушек, нету никого, вот соседа такого, который всю жизнь отработал, работал для блага этой родины, для блага этой страны, для Кишинёва. И вот это Министерство, наше социообеспечение, 10 августа, по-моему, сейчас вот приказ при мне, да, 10 августа, знаешь, что идут на выборы, они же, я не знаю, что у них в голове, вы знаете, видимо, самоуверенность. 2016 года, ну, они знают только, что вот грязные дела у них пройдут всегда. И сдала приказ 147-й, и она просто через этот приказ гробит всех пенсионеров Республики Молдова и инвалидов. И знаете почему? Потому что если каждый пенсионер и инвалид имеет право раз в три года идти в санаторий, которые они ждут, вы же знаете, что нет ни одного, чтобы где-то какие-то болезни не было у него. И вот она и сдала приказ, тело Григора, чтобы вот пенсионеры, которые, работающие пенсионеры, вы же знаете, кто идёт, мы вынуждены идти на работу из-за той мизерной пенсии. У большинства пенсия 500, до 1000 лей, ну пусть будет до 2000, на что вам хватает. И вот если он пошёл где-то на 500 лей работает, всё уже, он должен платить 70% из стоимости путёвки. Путёвка стоит 7082 лея. Вот найдите 5000 и заплатите, а потом пойдёте две недели в санаторий, и называется, что это государство, вот европейская интеграция, что думают, думают о населении. И то же самое с инвалидами. И первая, и вторая группа, и третья группа. Я не знаю, как можно вот так, но самое обидно, знаете, что вот я бы хотела, я бы спросила и спросила бы и премьер-министра, и ту министерство соц. обеспечения. Объясните мне, как можно понять, что для всех пенсионеров в республике вы сделали 70%, а для работающих пенсионеров репрессированных вы сделали 30%. Особая, видимо, каста людей. Вот у меня вот это не укладывается никак. Я понимаю, если вы это сделали для инвалидовой, или для... Но объясните мне, я ничего не имею ни к одной категории, ни к другому. Я работала в этой сфере, и я старалась быть честной со всеми, и я знаю, что такое, когда тебе приходят и плачут по дверью, и действительно, когда видишь скобану полностью, и непонятно, к чему это вот... Для чего вот это надо было издать. Мне кажется, это больше политическое какое-то решение, чем решение, которое способно, ну, не знаю, назвать заботы о человеке. Знаете, вы прав. Даже если политически, надо думать с головой, когда издаешь приказ. Надо думать с головой. Если ты докладываешь Европе, или тебе Европа стала задачу, какую-то задачу, чтобы уничтожить республику Молдовы, это не значит, что надо издеваться над мамой, над отцом, над бабушкой, над дедушкой. Это получается, что так? Ну, видимо, есть люди, которые способны на это. Ну, тема, которая... Ну, не тема, такой, знаете, вопрос, связан с кладбищем. Ведь как-то вводится или ввелась какая-то новая оплата услуг кладбических. Вот если здесь можно как-то открыть скобки, почему нужно платить за те или иные... Вы знаете, здесь мы имели ряд жалоб. И ряд жалоб имели от людей, потому что это только в Кишиневе. Вот такой генеральный примар в Кишиневе. Знаете, получаю, когда мы пришли, мы никак не могли понять, как это так заставлять всех платить 120 лей за каждый Мурман, Пентру... За каждую мучу. Да, да. И непонятно, потому что я понимаю, что вот это управление или это на самофинансирование, но нельзя, знаете, сделать бизнес, делать бизнес и по мертвым. Вы вспомните, как мы воевали, фракция социалистов, как мы воевали в муниципальном совете, когда к нам представили проект Дечизье, чтобы снять оградки на кладбище. Это было страшно. Во-первых, мы им предложили, слушайте, давай, сделайте дискуссии публичи. Пусть люди, те, которые поставили эти оградки, пусть сами решают, хотят снять, а если снять, то пусть они сами снимают. Это же, знаете, тонн, больше 10 тонн металлолома. Бесплатно. Вот и вам, и бизнес, и на кладбище кажется же ничего. И люди действительно платили. И вы знаете, я думаю, что здесь надо было к руководству вот этих кладбищ иметь очень строгое решение. И, может быть, люди должны были подавать на них в суд. Знаете, почему? Потому что если даже мы вот сейчас 22 сентября отменили вот это дечизи и больше платить не будут за ни инвалиды, ни пенсионеры, они все равно не имеют право ни от кого ни копейку брать за уход. Потому что это получается даже, вы знаете, не за каждую могилу, а за свет, за дорогу, за то, а остальные, а у них есть же сотрудники свои. так они не имеют никакого механизма сбора этих денег. Если кто-то подаст на них в суд, они выиграют это дело. Потому что сначала надо было менять статут этого управления, это надо было положение принять, новое положение, все боятся идти с новым положением, потому что они еще хотели через 7 лет, чтобы уже другие люди были похоронены там, в этих могилах, представляете, и вот сидишь и диву даешься, вот мы идем к Европе, вот мы идем к Европе, а куда, какой пройдет в чьи день не посмотришь, везде какая-то что-то недоработка. Или что-то интерес. И знаете, самое главное, что это бессердечно, вот отношения, ведь же мы все не вечные. Рано или поздно все равно не знаешь, где тебе судьба достанет. И я не знаю, почему вот люди так думают. Поверьте мне. И кроме этого, нельзя просто так относиться, что люди третьего поколения, которые, вы знаете, я удивилась, когда мы стали давать компенсации. Вот еще большая проблема была в муниципальном совете, и особенно на комиссии протекста сучал по соц. вопросам, когда советник от Европейской партии говорит, что не надо пенсионерам давать компенсации, потому что они не так голосуют. Вы представляете? Вот мы пришли помогать пенсионерам и инвалидам дать вот эту 70 лей, которая по транспорту, а оказывается, что это дается по политической линии. и так же бессердечно. И бессердечно, потому что я чуть не упала, когда слышала это. Я говорю, слушай, я сделаю пресс-конференцию, и ты что хочешь, вот копать яму всех пенсионеров туда? И действительно, мы с трудом вот это все приняли, потому что впервые мы не государство, министерство социообеспечения, никто, вы знаете, их всех не интересует абсолютно. Что с этими людьми, которые, какая-то патология. Вот инвалиды третьей группы, дизабилитет с медией, да, как сейчас они уже быстренько сняли, им кажется, что это стыдно назвать инвалидом, а издеваться над ними не стыдно. Мы включили в это положение, чтобы они получили тоже в этой девчите по 70 лей хотя бы на транспорт. Хочешь, получай 70 лет, чтобы кушать хотя бы молоко с хлебом, хочешь, иди проездной бери, за счет бесплатной, потому что они не имели права. И мы здесь же тоже ходатайствовали, чтобы было увеличено еще 20 тысяч человек пенсионеров, у которых пенсия до 2000 лей, а было до 1700. И, конечно, вы знаете, мне одно только обидно, что в Кишиневе больше 44 рынков, все экономические агенты в Кишиневе. Ну, неужели нельзя повернуться лицом к этим инвалидам, к слепым, глухонемых, к этим пенсионерам из муниципи Кишинева. Ну, неужели вы настолько ненавидите этих людей? Вы же сами их травите против себя. Они же сами их травят против себя. Я их иногда спрашиваю, люди, что вы хотите делать тогда? Объясните мне. Знаете, как-то фашизм попахивает, исходя из тех заявлений, которые говорят, если старики не так голосуют, давайте их вообще не будем. не помогать. Да, еще и хуже. Уже мы дошли, вы знаете, вот очень много есть в Кишиневе и в каждой семье, в каждой республике, извините, что перебила, прикованных к постели, знаете. и вот уже есть положение, наконец-то, давно надо было это сделать. И то, что вот по соцслужбе есть очень многие пенсионеры, я тут добавлю, которые хотят даже за свои деньги ту мизерную пенсию взять соцработника платно. но министерство соцобеспечения даже эти цены и это положение не доработало до конца. Потому что нет вот регламента, нет положения, которое предусмотрело, какие, за какие услуги, что надо. И вот не может соцобеспечение в Кишиневе не может это делать. Кроме этого, знаете, самое обидное было, когда на муниципальном совете мы разработали положение Дечизю ассистент-персонал. Вот вы знаете, вот есть прикованный муж, жена не может работать. Или дочь, что же мать умерла. Или ребенок в семье мы дали для защиты права, управления защитой права ребенка. И когда я стала говорить, что нужно давать 400 ввод, добавить еще 60 ассистент-персонал, что было 480 в Кишиневе, что все заявления, которые стоят вводе, нужно всех удовлетворить. Так мне из либеральной партии голословно, а откуда деньги? Вы знаете, как обидно, что когда было операрди-модификари, пересмотрели бюджет за 2015 год, 9 миллионов взяли у инвалидов первой, второй группы и отдали где куда они хотели, на транспорт, и мы дорог не имеем. Вы же видите, что такое. 4 миллиона можете, это можно проверить, взяли у пенсионеров, которые получали 70 лей. Скажите, почему нужно взять и дать туда, когда можно было быстро добавить еще за эти 4 миллиона, пусть еще несколько пенсионеров, 10-20 тысяч получают эти деньги. Я им сказала, деньги есть, в Кишиневе экономических агентов много, просто люди уже устали от вот этого беспорядка, который постоянно, вот вы знаете, вот есть мораторий, он на ревизии, на контроль, да? Кому-то хорошо. А почему надо было вот этот мораторий поставить и на предприятии или управление, которые финансируются с бюджетом? Вы мне не ответите? Для чего? Воруют налево и направо. Чтобы скрыть это. Да. Хорошо, я имею, сделали мораторию на экономических агентов. Это их дело, это их фирмы, как они знают. Для чего вы сделали мораторию и для бюджетных организаций? Мы с ЧАМП, ШМИ, Министерство финансов, и везде нам отвечают. Мы не можем идти туда проверять без предела полностью. Даже имеем, что инспекция финансов была на контроль, отдала в прокуратуре, прокурор говорит, на диски с Досарпеном. Не открыли уголовное дело. Из-за вот этого моратория. Себе Филипп, или постановление правительства, говорят, вот мы приостановили, что вы приостановили? Воровство? Вы не приостановили, вы больше сделали. Потому что, как воробали, в транспортное отделение в Кишиневе, так и воруют. Вот в их проектах написано, новые бордюры поставить. Пойдите по Кишиневу, даже по центральной улице, по Штефан-Чалмаре, и посмотрите, старые бордюры. А почему никто ни себе не поставил? И вы знаете, мы поставим вопрос на муниципальном совете, что они ждут, что вот кто выиграет президентуру, чтобы может быть у них был опять альянс. Эти альянсы ничего не дают, чтобы вы знали. Это только воровство больше. Потому что, скажите, вот вы сейчас ремонтируете улицы везде. Почему не сделали акт о той старой плитке, которую сняли с асфальта, и не передали через муниципальный совет, и так, в садик, чтобы была хотя бы тропинка, дорожка, в школах, где дети идут по грязи. Нет, идут по их дачам, на их дачи, на их гаражи. Мы все имеем. Вы знаете, невозможно работать, и вот пусть думают наверху. Они, когда мораторию объявили, думали головой тоже. Я так понимаю, что вам приходится всегда и выезжать на место, и расталкиваться с большим количеством жалоб кишиневцев на, допустим, на самые разные, наверное, моменты. И вот моим коллегам приходилось выезжать на незаконное строительство, когда в том или ином сквере вдруг появляется новострой, пусть и жилого характера, возможно, необходимы нам жилые метры здесь, в Кишиневе, но тем не менее, они отрезают жизненное пространство у других кишиневцев. И вот в связи с этим хотелось бы узнать, ну так, тем или иным образом и нам доходят эти жалобы по улице Зелинского, 35, мансарда, строительство мансарды. Здесь в чем ситуация? На что жалуются люди? Вы знаете, вот по улице Зелинского, 35, случайно пришла пожилая женщина, очень пожилая, Панченко фамилия, и у нее на глазах одни слезы были. Она не могла даже со мной мне объяснить. Я говорю, успокойтесь, объясните мне, в чем дело. И она мне объяснила, что вот у нас на верхнем этаже построили мансарду, а когда эта фирма пришла строить мансарду, Санта Прим, по-моему, сейчас я посмотрю, потому что у меня, по-моему, где-то тут даже контракт. Фирма Санта Рекс Прим Сиреле. Я Хеева, эсэн, директор. И она говорит, вы знаете, соседи со мной не разговаривают, потому что мы с мужем подписали этот контракт и заставили всех жильцов подписать, что мы согласны, чтобы построили мансарду, но когда мы построили, когда им дали согласие, они обещали, что все, что разрушится, они нам отремонтируют, восстановят. И что вы думаете? Они себе ушли, построили, а у людей во всех квартирах прямо вода текла, стены были все в трещинах, абсолютно все, нужна сам капитальный ремонт. Я так ее послушала, посмотрела на нее, господи, бедная женщина, представляете, она говорит, со мной не разговаривает, ни в одном подъезде, выходит, даже не здороваются мои соседи. Я ей говорю, хорошо, напишите мне все, чтобы я знала, где это проверять. Мы написали, куда надо, и что вы думаете? Вот посмотрите, покажите людям, что вы видели. Вот эта фирма, после того, как мы подключили все органы, в течение месяца пришла, даже ее просила, говорит, больше не ходите к ЧАБАН или к фракции социалистов, потому что мы вот, давайте сделаем быстренько новый договор, и в течение месяца мы у вас все восстановим. И что вы думаете? И действительно, вот я когда сейчас была навстречена эти самые, люди вышли с такой радостью и говорят, что действительно, и окна меняли, и двери меняли. Но объясните мне, почему надо было, чтобы мы подключились вот в это? Вот поэтому я говорю, что наша фракция, муниципальный совет от партии социалистов и наши депутаты, хотя многим мы стоим поперек горла, и мы им не нравимся, но у нас умные ребята, это у нас очень подготовленная экипа и очень команда, и мы действительно друг другу подсказываем, где-то что-то не так, и мы работаем руку об руку. И вот это все, вы знаете, вот это все, что мы добились в Кишиневе даже и по всей республике, это благодаря председателю партии, потому что каждый понедельник и каждой пятница, когда у него совещание с нашим руководителем, председателем фракции и с нами советниками он встречается, он постоянно нас спрашивает, что вы сделали для людей, меня не интересует абсолютно ничего, мне интересует для людей, что вы сделали в муниципальном совете, и вот это, что мы сняли 120 лет, и то, что мы добавили 70 лет, и то, что мы вот абсолютно, и вот, что эта мансарда была, вот эта мансарда была отремонтирована, все квартиры, это благодаря Игору Николаевичу Додон, потому что он очень хороший экономист, он большой профессионалист, и поэтому я думаю, что те 48 процентов, которые он брал, это его заслуга, он показал лицо нашей партии, и мы действительно хорошая команда, и я хочу сказать, стыд и позор этому гимпу, Куунирят на 1 процент, и вы знаете, настолько бесстыдно вышел в этот понедельник Киртуак на совещание свое, и вы знаете, я бы вместо него даже и не вышла на это совещание, после такого, что ты взял, твоя партия, которая у вас ресурсы, у вас все, министры, что взять 1 процент, и 3 копейки дальше, и взять, что вот, я работаю на Европу, да слушай, тебе стыд и позор, иди, покажи это Европе, и тем, которые тебе включили, видите, председатель, где-то, который ты сказал, мы дойдем, вы знаете, мы социалисты, мы дойдем и до этого дела, что все эти пьянки по гараже, мы докажем, мы покажем Европе там, будем на месте там, будут наши люди, как были и тогда, когда протестовали в Бруксиле, будут наши люди, чтобы он знал, и то, что у него действительно, какие-то ментальные, центральные нервные, системные нервные, дизабилитет с ментали, чтобы вы знали, что это правда, потому что, не может примарк города прийти на муниципальном совете, что бы тебе ни сказали, что бы ты, ты должен показывать свою культуру, а не взять и опять танцевать в эти колеса, ну это, вы понимаете, это ни в какие рамки, и посмотрите, у него нет совещаний, что ни слова, то мат, что ни слова, то мат, о чем мы говорим, слушайте, и он думает, что даже тех директоров управления, которые сидят у него на совещании, большинство из них его ненавидит, это просто он, или они видят, или действительно он больной. Ну то, что произошло с либеральной партией, это мне кажется, как раз подтверждение вот такого постулата, нельзя бесконечно обманывать избирателей, и тогда он тебя отвернется. Вот ему ответили. Они ответили, нельзя, либеральная партия, видимо, уже, ну знаете, как бы конец вранью, либеральная партия наступила. Если бы суды были честные у нас, я не хочу никого обвинять, то референдум бы состоялся, и мы бы уже давно избавились от кирток, потому что он всем жителям, и пригородам, и Кишиневым стоит поперек горла. Это ему кажется, что Европа, проекты, да и оставь ты людей в покое. Ставь ты людей в покое, потому что с твоей командой, которая ворует налево и направо, будь это в управлении транспорта, будь это в другое управление здравоохранения, все равно тебе уже капец пришел. Вот это один процент, это его лицо, не только ГИМПу, это его лицо. Ну, вы упомянули управление здравоохранения, у нас еще есть 2-3 минуты нашего эфира. Вот несколько слов о ситуации, которая связана с Михаилом Молдованным. Так понимаю, он очень хочет быть во главе административного совета, либо в муниципальном совете. Вот что там происходит? Вы знаете, то, что хочет Михаил Молдовану, он должен еще каждое утро молиться Богу, чтобы его простил за все, что он делал в здравоохранении. Он в Кишиневе разрушил все здравоохранение, поверьте мне. Бедные директора, руководители этих учреждений здравоохранения, будет Чентру, Ботаника, Рыжкановка или больниц, они действительно хозяева своего дела, но они не могут, потому что, вы знаете, есть такой Молдован, который знает, что ему все дозволено. Вот была диспозиция генерального примара. Не будем говорить уже, что он не выполняет то, что муниципальный совет, он противозаконно делает все. чтобы в январе он, председатель этой комиссии, была сформирована группа, чтобы они отработали стратегию по здравоохранению города. И что вы думаете? Вот мы уже в ноябре. Этого не было. Он должен был в январе представить. Это первое. Второе. Вот он себя считает пуп земли и не понимает, что это противозаконно. Но это рано или поздно. Все равно он за все ответит. Потому что в каждом лечебном учреждении должен быть свой административный совет. И в положении, которое издало Министерство здравоохранения, четко написано, что ни генеральный примар, ни вич-примар, ни директор здравоохранения города не имеет права быть в административном совете. Он себя включил во всех больницах города. До сих пор ходил сам на эти административные советы. А главное, знаете, что его интересует больше всего денежная сторона. Провести акизиции и не дать работать этим руководителям медучреждений. Вот он сделает, и кого он тебе даст, то будет ты сам. Вот уже рожденного ребенка. Понимаете? И не только это. Где не коснешься? Эти учреждения здравоохранения города практически работают без положений. Он давно должен быть, потому что они еще руководствуют тем статутом 2003 года, который Министерство уже было отменено. И на основании чего действует, тоже непонятно. Вы знаете, мы считаем, фракции социалистов, что управление здравоохранения города нужно сокращать. И чтобы было одно отделение в припримарии, которое монетаризировало только. Они больше ничем не занимаются, потому что есть компания Диосигуральная медичина. И он никакое отношение к этому не имеет. Просто вот привык, чтобы нужно давить на горло, на голову всех этих главных врачей. Вот это он и делает. Ну мы как-нибудь попытаемся еще более подробно эту тему с вами разобрать в ближайших программах городской среды. Огромное спасибо вам за этот разговор. Я думаю, что кишиневцам было интересно, идея не только кишиневцам, была интересна эта беседа, взглянуть на ситуацию и вашими глазами, в том числе понять, что происходит в главном муниципе нашей страны. Хотя, мне кажется, наверное, без лишних объяснений, понятно, нас продолжают грабить. Но будем бороться, будем верить лучше. Мы верим, но бедные люди, они уже потеряли всю надежду. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Евгений Чабан. Версия в лучшее обязательно наступит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова